Провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик сегодня также ответили на заявление Вашингтона и НАТО о колонии российской бронетехники, которая якобы пересекла границу с Украиной. Председатель Верховного Совета ДНР Борис Литвинов сообщил, что вся техника, на которой воюют ополченцы, это только трофеи от битых украинских войск. Всего более 200 бронемашин. Во время активных боевых действий сообщения о захвате ополчением неповрежденной техники появлялись почти ежедневно. Значительное количество военных машин армия Юго-Востока получила после ликвидации так называемого Южного Котла. Также еще в июле ополченцам удалось захватить в Артемовске крупный мобилизационный склад, где находилось на консервации около 800 единиц бронетехники, в том числе до 250 танков. Правда, большая часть машин восстановлению не подлежала. Но некоторые удалось отремонтировать. Как захваченную технику возвращают в строй, увидел наш специальный корреспондент Евгений Решетнев. Заброшенная воинская часть под Луганском превращена в ремонтную базу. Через нее прошли десятки танков, БТР и самоходных установок. Большая часть была переброшена на запад области. Наиболее неспокойный участок фронта, где украинские военные продолжают вести огонь по позициям ополченцев и населенным пунктам. На рембазе остались три боевых машины пехоты и один бронетранспортер. Их уже почти довели до ума. Все на ходу, но не все стреляют. БМП был добыт ополченцами в районе Смелого. Отступая силовики оставили немало единиц военной техники. Он был абсолютно на ходу. Единственное, что пришлось ремонтировать, это вот эту пушку. В ближайшее время ее испытают на стрельбах. Судя по всему, БМП стоял под открытым небом несколько недель. Многие детали проржавели. В кабине, помимо боекомплектов, ополченцы обнаружили личные вещи и предметы гигиены украинских военных. В основном мыло, зубная паста, станки бритвенные, одежда. И там жили в ней, что ли? Скорее всего, да, потому что и одеяло там присутствует. Виталий получил военную специальность в советской армии. Был командиром танка. Прошло почти 40 лет. А вспоминать ничего не нужно было. Руки сами все сделали. Когда я сел на наводчика места, у меня руки сразу все повключали сами. Голова, может быть, и забыла, руки не забывают. Этот БТР был захвачен в Луганском аэропорту. Ополченцы уже использовали его в боях у Смелова. Сейчас он вернулся сюда на ремонт. Это законсервированная техника, которая стояла в частях. Ее там подшаманили. На заводе в ДНР много трофейной техники. Не хватает рабочих рук, чтобы всю ее починить. Танки Т-64, самоходные артиллерийские установки Нона и Тюльпан, боевые машины десанта. Техника нам поступает с поля боя. Вся техника, которая оставляет украинская армия. В данный момент мы видим в народе так называемую Акацию. Артиллерийское орудие, которое было забрано в бою и принято к нам на восстановление. Большая часть машин была захвачена в ходе боев в Иловайске и Горловке. Практически. Она стояла, наверное, сто лет. Много чего. Перечислять я сейчас не смогу. По всем системам и коробки, по топливной. И поломанное. Сцепления там изработаны. Эти ленточные, эти тормоза тоже никакие. Нередко из нескольких машин собирают одну. Это, что называется, уже остатки. В конце августа, когда украинская армия несла большие потери, стало ясно, что воевать нечем. В ход пошли списанные танки и БТРы. Узнать их можно по так называемым элементам быстрой идентификации. Вот белые полосы. У них полностью на технике белые полосы. Вот эти вот, да? Да, да, да. На БТРе они закрашены уже. У ополченцев такие элементы наносятся алой краской. Иначе отличить украинский танк от танка армии Юго-Востока в бою было бы просто невозможно. Евгения Рашиденко.